Основатель и идейный вдохновитель дома парикмахерской моды Стоцкий Профессионал с темой «Глубничное настроение в салоне красоты» встречайте Олег Стоцкий! Громче, 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 громче! Здравствуйте! Я выступаю уже не первый. Вчера были спикеры, сегодня уже были. Было очень много интересных разных затронутых тем. Они все, конечно, полезные, интересные. Но мне хотелось с вами поговорить о том, о чем у нас еще в стране. Не принято говорить, но это портит очень сильно бизнес владельцам салонов. Это портит репутацию молодых мастеров, мастеров. И вообще в такие салоны потом лишаются клиентов денег и это плохо. Итак, «Глубничное настроение». Вы, наверное, все догадываетесь то, что мы сейчас не будем говорить о секретах клубничного варенья и прочих остальных. То есть клубника — это то, что всем интересно. Сейчас у нас такое время, что выживают люди, кто как может. И считают, что парикмахерский бизнес, индустрия красоты — это очень легкий и быстрый доход, где можно заработать деньги и, закончив какие-то курсы. Почему я говорю «закончив»? Потому что мне многие говорят, что я вот кончила курсы и работаю парикмахером. Я говорю, что вы не кончила, а вы закончила. Вот. Поэтому это очень важно, чтобы вы тоже так и не общались. Вот. Значит, расскажу историю маленькую. Мы открывали большой салон красоты. Он лакшери класса. И взяли на работу мастеров. Мастера были уже достаточно серьезные взрослые люди. Некоторые имели детей. Вы сами понимаете, открытие нового салона красоты — это всегда что? Это когда есть мастера, но у мастеров нет клиентов. Правильно? И если мы берем в новый салон клиентов, мы должны тоже позаботиться о том, чтобы привлечь салон людей. И чтобы у каждого клиента, работника был заработок, работа и плюс это доход в салонах красоты. Очень тяжело найти, вы знаете, клиента, тем более в новый салон, тем более когда салон дорогой. Но нам удается. Вот. И был такой случай, когда к нам пришла работать мастер-косметолог. И она из другого города. Понятно, что у нее здесь никого не было. Мы ей нашли. Я лично нашел. Там у меня были знакомые мои клиенты, которые обслуживаются у меня в парикмахерстве. Я их еле-еле уговорил, что вам нужна косметология. Вам нужны масочки, вам нужны какие-то процедуры, вам нужны чистки лица. Потому что вы, если ходите, ухаживаете за собой как за своими волосами, поэтому пора. Мужчинам это нужно тоже со временем, потому что сейчас мужчины уже даже по статистике больше посещают салоны красоты с разными услугами. Не только стрижек, но и маникюр, педикюр, косметология тоже. И вот такой пришел один средних лет интересный клиент к этой нашему косметологу. Зная его, зная его марафоны и любовь к женщинам, и меня не как перчатки, я ее предупредил. Говорю, смотри, чувак такой, что ходить к тебе будет, но ты должна предоставлять услуги только косметологии. И тогда у тебя будет клиент, и тогда у тебя будет зарплажа. Все-таки было, ему понравилось, он увидел результаты там через какое-то время, что лицо стало лучше, свежее. Он к ней ходил там раз, два в неделю. Было хорошо всем. И тут наш клиент пропадает. Она сидит, смотрит на рецепшене в окно с грустными глазами, его нету, все. Тут я на улице встречаю через время его, я говорю, слушай, а что ты перестал ходить? Или же ты уезжал куда-то? Нет, я никуда не уезжал. Я говорю, ну так а что ты перестал ходить? Ты же уже, этот, тебе нравилось. О чем мне ходить? Я уже вашу оприходовал там на кушетке, мне уже неинтересно к вам ходить. То есть, вы понимаете, да? Это репутация салона, репутация мастера, и это репутация вообще вокруг сарафана и радио, потому что я думаю, что такие клиенты гордятся, хвастаются, кого они там где, в какой подшопке оприходовали. И это то, что касается косметолога. То же самое у нас сейчас встречается и с парикмахерами, потому что многие, вы вот молодые люди, и вы работаете с разным возрастом мастера, есть и взрослые, и средние возрасты, совсем молодые, и все. Очень многие мастера, вот такие вот, не думают о творчестве, не думают о каком-то там своем образовании, росте, имени, а которые просто пришли в салон зачем? Найти себе или богатого спонсора, или мужа, или кого? Просто хочу сказать то, что такие ситуации в салонах случаются очень-очень редко, потому что сейчас есть даже такое движение среди мужчин, вот я когда даже к этой лекции готовился, то сейчас даже вот в Киеве, которые действительно ходят, у них идет, то есть уже тема пикапа, которая была там буквально несколько лет очень популярна, она уже ушла. Сейчас они уже ходят со своими счетами и считают, сколько у них было секс-стрижек. Так что, девушки, смотрите, берегите, да, свою репутацию, потому что вы понимаете, то что вы потеряете однозначно клиента, у вас могут быть проблемы и в коллективе, или же, например, есть такие моменты, когда кто-то в коллективе может что-то такие себе позволять вещи на рабочем месте, ну и это потом тень ложится на всех, вот, потому что сейчас, сейчас очень открыты сильно границы, люди ездят за границу везде, сейчас набирают обороты, у нас еще в стране нету, но я думаю, у нас уже к осени появятся порно-караоке, которые сейчас в Европе уже очень-очень популярны. Это что? Это когда люди приходят в караоке-бар, и когда они не песни поют, под водку, селедку, а когда они сидят и озвучивают, на мониторе идет порно-фильм, и они озвучивают, у них идут тексты, вздохи, охи, мужчины, женщины, и они озвучивают фильм, и все вот это смотрят. Так что, и ко всему еще мне удалось побывать в своей жизни в порно-салоне красоты. То есть, это очень интересное такое, оно к салонам красоты никакого отношения не имеет, это идет как ролевой салон, в котором, закрытого типа, в который вы приходите, вам на рецепшене встречает администратор, милая барышня, дает два с фотографиями альбома, фотографии мужчин голых, фотографии голых женщин, вы себе выбираете мастера, садитесь в кресло, на вас одевает пеньюар, выходит мастер, и начинает пластмассовыми ножничками вас стричь. Ну и потом, после этой стрижки, вы с удовольствием уходите, но без прически, и идете через дорогу в обычный салон красоты, и стрижете, чтобы прийти к своей любимой жене домой, сказать, что я буду, вот, стригся, где деньги дел, да, стригся в дорогом салоне красоты. Поэтому вы понимаете, что время меняется, все, репутацию потерять в наше время очень быстро можно, тем более и интернет, и пространство, и все. Поэтому желаю вам всем развития, желаю вам всем, чтобы у вас было очень много интересных, конечно, в жизни ситуаций жизненных, которые вас бы вели вперед, которые бы вас развивали, вдохновляли, вот, и не сталкиваться с такими вот ситуациями, которые сейчас начали быть. И запомните, что иногда хороший клиент с улыбкой может просто быть охотником на количество посещения салона красоты. Все, спасибо. Ваши аплодисменты, да, огромное, очень нужно попланировать. Узнали бы мы о новых салонах, оказывается, какие очень интересные есть, да? Мужчина, наверное, даже додумался, где он. Друзья, вопросы есть? Вопросы, действительно. Огромное вам спасибо тогда. Для вас замечательный презент от нашего партнера Ауэй. Кстати, друзья, если вы хотите что-то приобрести, если от меня находится стоечка, подходим, девочка вам все расскажет. Так, все покажет. Улыбаемся, да, фотографируемся. Еще раз можно поаплодировать, да. Ну что ж, друзья, мы двигаемся дальше, мы двигаемся дальше.